Это как фонд. Все нормально. А вот скажи, пожалуйста, а где сейчас проживают, я так понимаю, что они потом получают, а вот те, которые прибыли, прибывают, наверное, не только в Германию без документов, я знаю, что очень многие прибывают без документов, и это нужно еще доказать, что они именно из тех мест, которые, так сказать, можно подкинуть. Ну да, тут как бы, ну таких людей много, потому что и бегут, и бегут, и с детьми, и со всеми, есть кто специально эти документы выбрасывает, то есть такое тоже возможно. Тут очень жестко ведется интервью, и если хоть одна зацепка будет под подозрением, этот человек будет интервью, как сказать, интервью проходить не один раз. И в конце концов, если комиссия решит, что этот человек врет, ну, свободен. И куда его выдворяют? Вот у него нет документов, он заявляет, что он приехал из горячих толщиков. Да, как это все устроено, но я мне сказала, что этих людей сажают на какой-то или поезд, или автобус, или самолет, и отправляют из страны. Тут довольно-таки жесткие условия, вообще, как сказать. У нас есть в друзьях беженец, и у него жена беженка, и вот она проверялась на интервью несколько раз, потому что приехала сюда, как бы по туристической визе, она сама с Ирана, и ей захотелось посетить протестантскую церковь. И в протестантской церкви, то есть ей настолько было комфортно, она нашла себе там каких-то подруг, каких-то знакомых, она стала посещать. А когда матери сказала, что она ходит в протестантскую церковь, она сказала, если ты приедешь сюда, тебя убьют. И, то есть, ну, для нее вернуться домой, так как она приехала по туристической визе, уже возможность того, что она просто не будет жива. То есть они подали на принятие ее, как бы, в нидерландскую. И тогда с ней проводили несколько интервью, связывались с этой церковью, связывались с иранскими, как бы смотрели иранские законы. На самом деле это так. И, ну, как вот она мне рассказывает, правда, она не говорит по-нидерландски, и мы общаемся через ее мужа, и он говорит, ну, было очень жестко. То есть на этом сидело около 10 человек, и каждый задавал вопрос, и задавал его в темпе. То есть ты не успеваешь сориентироваться на один вопрос, тебе задают другой вопрос. И если ты соврешь, то третий человек повторяет, может, тот же предыдущий вопрос. И вот человека не хватает времени сориентироваться, что он перед этим сказал. И вот если вот это вот, как бы, не будет стыковаться, то... Ну, понятно. До свидания. Понятно. Слушай, скажи, пожалуйста, а вот те, которые, ну, ждут разрешения, наверное, ну, прибывшие, они где проживают? У нас, например, под этого, я знаю, в том районе, где я живу, там отданы при школах рабочей, молодежи, или просто при школах, при всевозможных, отдельные помещения, которые раньше были спортзалами для спорта детей, где дети занимались спортом. Сейчас это отдано под тех, кто прибыл в эту страну. Они там проживают, на улице стоят белые туалеты, всевозможные какие-то им поставили там. Ну, и загрозили это, естественно, забором, чтобы... Вот, скажи, пожалуйста, где у вас находятся, где у вас держат? Ну, у нас, наверное, с этим делом как-то более упорядочно поставлено. И то, что не столь много мигрантов приезжает, я не сказала, кстати, количество, на 16 миллионов у нас 40 тысяч прибыл беженцев. И у нас есть специальные лагеря, называются они азилы. И в этих азилах люди живут, как бы, это своеобразные, как бы, лагеря, закрытые лагеря. Раньше они были типа тюрем, то есть, или типа колонии. Не тюрем, а колонии. То есть это закрыто, это такое обнесено забором. Ни одно помещение, там их, может быть, 20 домов многоэтажных. То есть, ну, это своеобразные такие общежития. Я была в этом общежитии, в одном из общежитий с Яном, с моим мужем. И маленькие комнатки. Ну, то есть, нормальное такое общежитие студенческое, что ли, можно так сказать. Где в одной комнате могут жить 5, 6, 8 человек. И общая кухня, общий туалет. И общие, там, стиральные, душевые. Ну, это вот те, которые... Ну, это вот те, которые... Созданные для детей, сделанные площадки, где дети могут играть. Те, которые ждут интервью, да? Те, которые еще не имеют, как бы, своего жилья, ждут... Да, да. То есть, они проходят, ну, туда просто так не придешь. Там по труси сидит, по... Охраняет полиция. То есть, это как бы... А на сегодняшний день этих азилов не хватает. И приспособили тюрьмы. То есть, живут они в камерах. Камеры, двери открыты. И, то есть, на лежаках спят. Они могут передвигаться внутри этой тюрьмы. Но выход... Им строго, например, ты уходишь с 12, в 20, ты должен вернуться назад. Не вернешься, это твои проблемы. Ну, как бы, упрощения нет, и отмечаешься. Минерландцы очень, как бы, жестко реагируют на то, что, если люди не выполняют свои обязательства. То есть, сказал, сделал, сказал, сделал. Быть добры, вернуться назад. И ты мне еще говорила при первой нашей, как бы, разговоре о том, что после 18 часов они вообще не могут, да, выходить? Да, у них до 6 часов они должны вернуться назад. Но, мне кажется, это настолько правильно, вот этого у нас нет. И вот из-за этого вот происходит все эти... То, что происходит, произошли вот эти события. Потому что, если бы были вот такие правила, как у вас, то такого бы просто не произошло. Здесь меня еще удивило, мы как раз вчера разговаривали, человек уезжал в отпуск, как раз первого числа видел. Ну, во время вот этих вот событий, как раз он находился там и видел, как профессионально, очень профессионально, ставят петарды вот эти вот, вновь прибывшие, да. То есть, вы меня, конечно, извините, но если вы получаете пособие, то у вас не хватает ни на что, не говоря уже о петардах или каких-то фейерверках, которые стоят приличные деньги. Ну, никак не люди, у которых, так сказать, пособие. Низенькое-принизенькое должны это делать и так далее. А потом уже вот это... Я рассказала про эту свою знакомую, которую посещала церковь, да, протестантскую-то, по-моему, сказала. Мне сразу же пришло такое в голову. Я два дня назад разговаривала с другой землей в Германии и с другим городом. Не буду даже его называть, но довольно-таки крупный город, в котором есть университет. И там такая ситуация была, что люди, приехавшие, стали требовать, чтобы им дали помещение под молебным, молиться. Ну, на что было им сказано, что есть мечеть в городе, что вы можете туда ехать. Они сказали, что нам это далеко, мы туда не поедем. Дайте нам вот здесь и сейчас. Кстати, вторая мечеть, там уже тоже, уже начало строительства, начали строить вторую мечеть, потому что одну и малую. Вот. И что они делают, эти вот власти города? Они берут и отдают им бывший турецкий магазин, который много лет был турецким магазином до этого, под их вот нужды, так называемые, да? И при этом потом Туров, который, так сказать, в этом магазине был постоянный, я не знаю, кем он там работал, или хозяин, или что, он рассказывает о том, что, это, говорит, фанаты там собираются, и они никем не контролируемые. То есть, ну, там, чем там они занимаются, это, как говорится, я не буду на самом канале говорить, но то, что никто их не контролирует, выдав им при этом помещение, меня это просто, честно говоря, шокировало. Потому что, ну, если вы, ребята, отдаете помещение, вы должны посадить туда как минимум двух-трех человек, которые будут смотреть, смотреть, а действительно ли это помещение используется в этих целях, а не в чем-то, в каких-то других намерениях. Вот. У вас такого нет? Ну, у нас, так как страна многонациональная, нидерландцев тут как таковых, и раньше приезжало очень много людей, кто строил Нидерланды, то есть, разозвивали специальных специалистов с разных-разных стран, из Италии были очень много людей, из Турции приезжали, очень много оставались здесь. Поэтому у нас на территории Нидерландов очень много церквей построено уже. То есть, вот у нас, например, городок 30 тысяч жителей, и на территории нашего городка 17 церквей. Это не обязательно католическая церковь или протестантская, это и мусульманская, и разных религий. То есть, если ты хочешь пойти из-за силы куда-то помолиться, у тебя есть, ты отмечаешься в полиции, не в полиции, на выходе, когда ты придешь, куда ты идешь, и зачем ты идешь, и когда ты вернешься, и ты свободно можешь посетить церковь, помолиться, прийти назад. То есть, тут как бы помещение специальное никто давать не будет, потому что они уже есть, и Нидерланды небольшая страна, чтобы еще что-либо давать, строить. Ну, я вот тоже такое не совсем понимаю. Такие вот прогибания, я считаю. Я считаю, что если ты действительно верующий человек, и в данном случае ты оказался в таких жизненных условиях, где нужно либо проехать в этом городе, сесть на автобус, в мечеть, если тебе такая необходимость, либо просто ты должен в домашних условиях это делать, но не требовать же, в конце концов. Ну, ладно, это, как говорится... Да, они приезжают, начинают ведь такие вот, требуют-то много-много-много, но потом, когда по истечении какого-то времени понимают, что требуют, тут жестко подходят, тут сразу наказывают по карману. Ты провинился, у тебя минус в пособии, и ты понимаешь, что уже как бы на пособие ты не вытянешь месяц, то, ну, как бы это сложновато. У нас тоже наши беженцы, как сказать, приехал молоденький из Эритреи, с Африки. Молоденький парнишка, 22 года, он подошел к Яну, смотрит на меня и говорит, «Ян, ты мне не можешь подкатить женщину». Яна у меня... Ну, у меня почти два метра роста, я не знаю, он, по-моему, вырос еще сантиметров на 50. Подкатить этого фигуста. То есть человеку, да, которому 60 лет, подходит мальчишка, ну, практически-то внук его, и говорит, «Ты мне не можешь подкатить женщину?» И так, ну, косяка посматривает на меня. У моего, значит, там последние волосы были в столе. Он говорит, «Ну, как бы... В таком вопросе я тебе не советник, это вообще-то чисто личное дело. Ты можешь пойти на дискотеку, но он уже живет официально в квартире, то есть он уже прошел интервью, и все, он уже не живет в отделах». Он говорит, «Можешь познакомиться, и единственное, хочу, чтобы тебя предупредить, что женщина, как бы, девушка должна на это быть согласна. Хочет она этого или нет, а ты можешь, как бы, или, ну, делай свое дело дома». Там что-то, ну, не буду говорить. «Да кто ж девушку будет спрашивать? Подкатывай и все». «Не, ну, тут как бы девушки, они так-то... К ним на простой газеты не подъедешь». «Я просто говорю, что он так умный, он же не европейец». «Не, ну, его сразу так, как бы, правила-то огорошили. Ну, парнишка молодец в том смысле, что они приехали из той страны, где перед старшими и перед тем, что сказал старший, преклоняются». «Вот это очень хорошо. Это очень хорошо. Но, опять-таки, это не помешало ему подкатить к старшему с такими вот, я не знаю, даже не тактичными вопросами». «Он же спросил, он же спросил. Слушай, скажи мне, пожалуйста, а как вообще коренное население, голландцы, отнеслись вот к этим событиям, которые произошли и во Франции, и в Кюльне, и так далее». «Вот это, когда произошло во Франции, конечно, ну, даже на Фейсбуке у нас сделали французский флаг, вот, можно поставить на свою фотографию там, и, типа, мы за вас. То есть голландцы очень относятся с сердцем как-то вот к всему, что происходит в мире. Это одна из тех стран, которые в Японии было землетрясение, это одна из первых стран, которая откликнулась материально. И был такой марафон созданный, кто сколько денег перечислил, и там что-то миллионами перечисляли. Точно не помню сумму, но перечисляли больше 10 миллионов евро в Японию. то есть, и когда во Франции произошло, тут, ну, как бы, и демонстрации были в том, что вот не то, что они там демонстрировали, а сочувствие там тем людям, кто... с кем это случилось, ну, как это мне трудно сказать, свою мысль. И, конечно, уже впоследствии у нас усилился контроль, чтобы здесь такого не произошло. То есть, в принципе, страха такого не было, а было именно вот они взялись, чтобы именно навести порядок и контролировать такую ситуацию, чтобы она не повторилась именно у вас. Да, просто отнеслись очень сочувствием. Очень много людей находило там своих родственников, переправляли деньги, в общем, предложили свою помощь, чем можем наши Нидерланды могут помочь там. Ну, помочь тут в такой ситуации мало, чем, конечно, может, но практически-то вот тут и дебаты шли, и усиление контроля было. Я как-то по утрам гуляю со своей собакой у нас рядом с домом Пак, и я была в черном капюшоне, в черной куртке, ну, такой осенний моросящий дождь, собака у меня черная, здоровая, и так надо мной, значит, вертолет. Пролетел в одну сторону, потом смотрю, задний ход, вернулся назад, снизился немного, остановился, повисел надо мной и полетел дальше. Я не поняла, почему, потом пришла домой, я говорю, ну, правда, ты же была вся в черном, собака в черном, ты еще шла, наверное, вот так, от дождя закрытая, то есть, скорее всего, тебя, как бы, проконтролировали, кто ты такая, почему, сверху-то ведь видно, там, может быть, я в какой-то длинной одежде, потому что куртка довольно-таки свободная и длинная. Ну, то есть, вот такое вот со мной было. Ты знаешь, я вчера возвращалась из Штутгарта и вот около дома уже мы в машине ехали, а было это уже темно, это уже было около 7 часов вечера, но уже темно было. И вот я-то еду в машине, понятно, что, как бы, я защищена, и, в принципе, но навстречу мне шли, вот, как раз у нас недалеко вот это вот общежитие проживающие, и шли навстречу два человека, вот, как ты говоришь, в черных куртках с капюшонами, во все черные одеты, и, мало того, лица-то у них были черные вот в этой темноте, то есть, они темнокожие. И они, вот, если бы я вот так шла в этот момент, это еще около 7 часов вечера было всего-навсего, да, навстречу им одна женщина, я бы, наверное, от страха бы просто умирала, потому что дело в том, что я вообще не вижу их лиц, вообще не видны, вот, они сами темнокожие в это темное время суток, во все черно одеты с капюшонами, то есть, и вот как случись, вот так вспоминаешь события даже в Штутберте, которые 100 человек подали там на всякие безобразия, заявления, то есть, случись что-то вот так вот, я и не узнала бы никого, вот, вот мне скажите, вот, описать, я не опишу, потому что сплошная садата, я никого не вижу там, просто не вижу, вот так вот они шли, я прекрасно понимаю вот этот вертолет, когда ты говоришь, что ты шла гуляла с собакой в темное время суток, конечно, они там проверяют так, а у нас вот, нет, у нас ходят и позже, и запросто, Саша, ну и в принципе, в заключение я хочу тебя спросить, вот, что бы ты девчонкам, которые, в принципе, хотели бы создать семью, девчонкам, которым за 40, ну, так не повезло, или у них были браки неудачные, что они разбежались, или же вообще они, получилось так, что не были в браке, ну, что бы ты им пожелала, как вот, что бы ты, с позиции своей уже, женщины, которая в 45 только создала свой, у тебя второй был брак, да? Да. Вот, создала вторую, вторую семью, так скажем, да, вот, что ты, ты вообще считаешь, что ты правильно сделала, что вышла замуж, за границу, или, в общем-то, ты хотела бы свой, своего парня, или, в принципе, очень довольна, как у тебя? Ну, наверное, я не жалею, что я приехала, и встретила с моим мужем, потому что отношения русских мужчин и мужчин европейских, это две большие разницы. Если я истерю дом, такое тоже бывает, мой муж, и висю на потолке, мой муж туда кровать принесет. Да ты что? я не верю, что у тебя такое бывает, Саша, я не верю, ты простишь впечатление очень спокойного, очень неравновешенного человечка. Тут же всякое бывает, и депрессии, и гормональные такие всплески, и, ну, встал не с той ноги, вот, тапочки не там стоят, такое тоже бывает. То есть он выдерживает все твои вот эти вот выкрутасы? Да, это, я вообще удивляюсь его терпению, как бы, ну, я не подарок. Ладно на себя наговаривать, любая русская женщина для европейцев подарок, я это уже точно знаю, потому что... Ну, так как я не считаю себя подарком таким вот грандиозным, я сделаю, я очень заботливый человек, я очень, как бы сказать, для дома сделаю все, что надо, но иногда, ну, как вот, ну, бывает, в голову ударят, вот, мне вот приспичило, и вот мне надо, и вот я хочу вот это. Ну, помогает в том, что я хочу. Он меня избавил. Ну, но я вот все-таки ответ на свой вопрос так от тебя не услышала. Девчонка, девчонка, я считаю, что вообще нужно цель поставить перед собой, нужно четко знать о людях, с которыми ты, в какую страну ты собираешься ехать, и что, что, потом, самое главное, наверное, это язык, потому что, ну, на пару месяцев любви хватит, а потом начинаются трения из-за языкового барьера. То есть, если ты не понимаешь, о чем тебе говорит человек, и не понимаешь, что он тебе предлагает, и ты не можешь донести свою мысль до него, коммуникация очень сложна. И, то есть, упростите себе жизнь, выучите на минимальном уровне английский язык, на английском говорят практически все. То есть, и вперед вам открываются новые возможности посещения других стран, общения с другими людьми, вы узнаете о их привычках, поймете, что эти люди не такие, как русские, они совершенно другие. И, в том числе, да все может быть, в 45-е жизнь только начинается, в 50-е тем более. Кстати, у меня есть пример, познакомилась по интернету женщина, ей 58 лет, живет в Украине, практически была в депрессии, ей было очень плохо. И, ну, на сегодняшний день, через пару месяцев, зарегистрировавшись на сайте, пошла в школу изучать английский язык, она нашла себе миллионера из Англии. Миллионера? Миллионера. А сколько этому миллионеру лет, если ей... 62 года. Какого? 62 года ему. А ему 62? Боже мой. Вот так, такой джекпот сорвала женщина. Вот сейчас, прямо перед тобой с ней разговаривала, прическа изменилась, глаза блестят, вся сияет. Вот совершенно другие слова, чем я слышала пару месяцев назад. Это совершенно другой человек. Но она еще к нему не переехала, да? Творит чудеса. Саша, она к нему не переехала, у них еще просто период дружбы. Период дружбы, он приезжал к ней, привез, ну, как бы, помолвка произошла, он подарил ей кольцо. И, то есть, ну, как бы, ну, да, сейчас конфеты в какие-то на период, еще и эйфорийный такой, но тем не менее. Ну, здорово, здорово. Повезло. Вот так вот, женщины, дорогие мои. Жизнь только начинается, поэтому, если депрессия, сразу на сайт знакомств бегите. Вот. Сашуль, ну, большое тебе спасибо за очень интересное интервью. Мы с тобой уже целую часть проболтали. незаветненько. И у меня придется делать два видео, это как минимум, вот. И всем большое спасибо за внимание. Пишите, пожалуйста, внизу все вопросы Саши, она будет читать, отвечать, если будут какие-то такие вот. Мне что-то пишите. Тоже, тоже напишу вам ответ. Всем спасибо. Пока-пока. Пока-пока. Спасибо всем. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok